вот парень с девушкой женится и вдруг они поехали в гостиницу после свадьбы и она зашла купаться да и дом слышит что в туалете какой-то звук какой-то машинка не понимает что там происходит и потом говорит дорогая жена, что там все нормально? Она говорит «Арт här, батарейки меняют». Батарейки меняют? Где батарейки меняют? Да мне, говорит, integers state не сказала, что у меня одной руки нет. И одной руке у нее компьютерная. Я ставлю четыре батарейки. Мotая компьютерная рука выглядит как настоящая. Она не сказала ему, когда они встречали, что у нее одной руки нет. У нее вместо одной руки что есть? Компьютерная рука, и она выглядит как настоящая. Вы слышали такое или нет? Есть такая технология. Она так сделала, что он не узнал об этом, и он не смотрел много на нее, когда они встречались. Она говорит, батарейки у меня сели, я много танцевала, батарейки сели, батарейки четыре штуки, иди. А теперь он не знал об этом. Эта свадьба считается или нет? Она ему не сказала эту важную вещь. Здесь другой вопрос. Похоже. Был один парень, боговоязвенный парень, который всегда он изучает Тору, молится и так далее. И он женился на порядочной девушке из хорошей семьи. Они несколько раз встречались, пошли в парк, пошли в пиццерию, и вот в конце они решили пожениться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Это меня зовут Иерусим Иерхан, я в канала Мавушан, Бурок Первого Адам, у Ашканасов есть такая вещь, называется Танаим. Танаим означает условие, кто будет платить за это, кто будет платить за то. И в этом условии они назначили день свадьбы, и Баруха Шэм начали раздавать, как говорится, пригласительные билеты, я это называю цикеты. Начали раздавать цикеты. И два дня до свадьбы, до мотора настроение упало. Почему? Потому что ему кто-то сказал, ты знаешь, что у нее одна нога поломанная, у нее там компьютерная нога есть. У нее нога одна ненастоящая, у нее там деревянная нога есть. И этот домот не знает, что делать. Он не хочет на ней жениться, потому что он говорит, меня обманули, мне такую важную вещь не сообщили. А она говорит, что ты, он сам не мог видеть, что ли? Вот он столько со мной ходил, что он не заметил, что ли? Он говорит, как? Я что, пророк, что ли, я буду смотреть с подъем ногой, что происходит? Можно ли ему эту свадьбу отменить или нет? Поняли, да? Этот вопрос пришел к великому мудрецу Рабайшару Мордахая Коэль Швадрон, который написал книгу Махаршам, да? Он его зовут Махаршам? Швадрон, учет Махаршам, том 2, глава 225. Махаршам родился в 1835 году. Он родился в Польше, в городе Галиция. И он скончался там в 1911 году. Он считается один из больших-больших мудрецов насчет законов. Его имя было известно во всех, во всех странах еврейских, где жили евреи, в Европе, в Америке. И много-много вопросов ему задавали на разные темы. Сколько он знал Тору, Гамара, Шаас, Польским, это очень трудно представить. Когда скончался Раби Иснах Эдханан Спектр, он считался, что самые сложные вопросы поколения приходили к нему. И он отвечает на этот вопрос. Гамара говорит нам, Масеха Тани, сказал Рабшмуэль Барнахмани от имени Рамиона Тана. Три человека попросили у Бога неправильным путем. Они неправильно выразились. Двум из них хорошо ответили, Бог их пожалел, но одного Бог не пожалел. Кто неправильно попросил у Бога кое-что, это Элиезер Элит Абрагам. Мы знаем, самый первый основатель нашего народа, Аврам Авину. Через много лет у него родился Исхак, и время пришло его жениться. Исхаку было 40 лет, Аврам Авину, он не мог Исхака послать вне Израиля. Почему Исхак не вышел вне Израиля посмотреть своими глазами, кто это за девушка? Сегодня, когда парни к нам приходят и говорят, найдите мне жену, то они, мы говорим, есть одна девушка. Он говорит, у вас есть ее фотография? Потому что он говорит, я не хочу пойти к ней домой. И вдруг какая-то страшила выходит, и они потом не знают, как оттуда убежать. Я хочу посмотреть на фотографию, и потом решать, мне она нравится или нет. Фейсбук или там, у меня, например, Фейсбук нет. Нет, дело не в этом, просто сегодня популярно это, Фейсбук и другие дела. А Элиезар не мог выйти, чтобы посмотреть на свою будущую жену, потому что он называется, Исхак Авину не мог выйти, он называется ОНАТМИМА. Если вы должны были принести жертву, и вдруг обнаружили какой-то изъян на этой жертве, уже она не может выйти из Иерусалима. Она должна быть все время в Иерусалиме, пока ее не зарежет простой человек для обеда, или пока она не погибнет. Так как Исхак Авину должны были принести жертву Авраам Авину, но Бог его остановил, он не имел права покидать Израиль. Поэтому он не выходил из Израиля, только если есть пикуах нефеш, если человек может умереть голод, тогда он имеет право выйти из Израиля. Поэтому Исхак Авину не пошел с Элиезаром, он сказал, Элиезар, приведи ее. И Элиезар, он стоит у колодца, и он говорит, Бог, если я попрошу девушку, чтобы она мне дала напиться водой, и она также моих верблюдов напоит водой, тогда я пойму, что ты послал мне ее моему хозяину. А что проблема в этом? Он правильно попросил или нет? Он сказал, та девушка, которую я попрошу, если она мне даст попить, и еще сама скажет, что она верблюдов напоит водой, значит, это избранная для моего хозяина. Это неправильная просьба. Почему? Потому что, может быть, она хромая, может быть, она слепая, но Бог его пожалел, и ему дали рывка и белья. Второй человек, который неправильно попросил у Бога, и Бог его все равно пожалел, всегда в Израиле были воины, всегда у нас есть враги, и до сих пор. Раньше были такие, которые назывались плештим, плестемляне, сегодня арабы называются плештим, хайлестанец, на самом деле плештим уже давным-давно исчезли. Они просто называются плештим, они арабы. Шаул Амелех, он был самый первый еврейский царь в Израиле, они сказали, до каких пор мы будем вот так драться, воевать, и вражды, давайте мы поставим одного вашего силача, и наш богатыр, они будут драться, кто победил, тот победил. Если мы выиграем, тогда вы должны будете покинуть Израиле раз и навсегда. Если мы проиграем, тогда мы уйдем, вы будете здесь. И у этих плештим был один великан, который очень высокий был, 5 метров, может быть. Как его звали? Голиад. Голиад, это целая история, как он родился. И Давид Амелех там был. Шаул говорит, если человек выиграет этого злодея Голиада, я сам свою дочку Михал ему дам в жопы. И появился Давид Амелех, он сказал, я буду с ним воевать. Не потому, что он хотел на ней жениться, а потому, что он хотел еврея спасти, но ему дали жену. Бог пожалел Шаула, что Давид Амелех уничтожил этого Голиада, и потом, что стало, дочку дал ему в жены. Кроме того, что он дал дочку в жены, он еще дал ему очень большое богатство. А если это был бы раб или был бы Мамзер, но Бог его пожалел, не какой-то простопиле выиграл этого Голиада, но Давид Амелех, такой хороший человек, его уничтожил. А третий человек, который неправильно попросил у Бога, и Бог его пожалел, как его звали, Евтах Агильадин. Он пошел на войну, и он сказал, Бог, если я уничтожу этот народ ОМОН, тот, кто выйдет из моего дома, я его в жертву принесу. У этого Евтаха были коровы, у него были бараны, у него были козы. Он имел в виду, что когда выйдет какое-то животное, но он не знал, что дочка его выйдет. Когда он победил эту войну, и вот уже его домочадцы знают, что он возвращается домой, его дочка от радости выбежала на улицу, чтобы встречать отца и его обнять. А он сказал, дочка, почему ты вышла? Почему ты вышла? Кто тебя просил? Надо было тебе дома сидеть. А она говорит, а почему? Потому что я сказал, кто первый выйдет из моего дома, я должен его жертву принести. Я говорю, что я зарезать должен. А теперь Бог его не пожалел. Почему? Потому что ты неправильно попросил у Бога. Может быть, собака выйдет, может быть, лягушка... Лягушка нет. Может быть, кошка выйдет из твоего дома. Неправильно вывезелся. И вот за то, что он неправильно сказал, он считается Амарец. Амарец это человек, который Тому не знает. Простой человек, ему главное, что интересует? Земля, хона, хавли, дом. Больше его ничего не интересует. А что потом стало с ним? Некоторые говорят, что он мог эту клятву аннулировать или нет? Кто мог ему аннулировать? Пенхаз Акоин. Пенхаз говорит, пусть он ко мне придет. Я Коин, что я буду? А он говорит, я главарь Евтаха Геладей, пусть Пенхаз ко мне придет. Он к нему не идет, он к нему и не идет. За то, что Пенхаз, он не пришел, он свое пророчество потерял. Он не знает будущее. Евтаха Геладей, некоторые говорят, что на самом деле он ее зарезал. Но большинство мудрецов говорят, что человека нельзя зарезать, жертву приносить, не дай Бог. А он ее просто не выдал замуж, он в комнате ее держал, ее обед давал и так далее. Она осталась вот такой несчастной. А ее папа Евтаха Геладей, ему ногу ампутировали, похоронили так. Вторую ногу ампутировали, похоронили другую ногу. Потом рука, гангрен, гангрен на ноге. Потом руку ампутировали. По кусочкам, по кусочкам его хоронили, это было ему наказание. Поэтому здесь написано, тот свод задает вопрос. Почему Элиэзер считается, что он неправильно попросил? Он сказал, если девушку я попрошу, чтобы она мне напоила водой, тогда она будет женой. А может быть, это будет хромая девочка. Если она будет хромая, он ее попросит или нет? Нет, он будет молчать, он скажет, мне она не нужна хромая, я не припросил. Если она будет слепая, косая, я ее не буду просить? Выполнили вопрос какой? Элиэзер, говорят, тот свод, почему гамара говорит, что он неправильно попросил, может быть, Бог ему даст хромую, или та, которая ногу проблемы имеет? Он же видит, что она хромая, он ее не будет просить, но он скажет, она мне не нужна, я буду ждать, чтобы вышло полноценное. Элиэзер, тот свод, говорят, иногда человек выглядит полноценно, но на самом деле там что? Там палки, компьютеры. Иногда человек, у него глаза блестят, а на самом деле он слепой. Никто не знает, что у него глаза, он косой, ему надо очки одеть. Поэтому отсюда мы видим, иногда человек может выглядеть нормальным, но на самом деле он неполноценный. То же самое говорит Махаршан, что мы согласны с домотом, что он не знал эту важную деталь, что его невеста, у нее нога ненастоящая, и поэтому он имеет право эту свадьбу аннулировать. И тот, который был в гостинице после свадьбы, пошел и ждет, чтобы жена искупалась, потом он искупает, чтобы они были вместе в брачную ночь, и он слышит, что она батарейки меняет. Она не сказала, что у нее нет одной руки, у нее рука, да компьютерная. Да? Как это называется, когда рука выглядит как настоящая? Силикон, как это называется? Как настоящая рука? Да, искусственная рука. Это очень важная деталь. Когда человек женится, то надо ему сказать, у меня одной почки нету, или у меня вот эта. Если это маленькая вещь, неважная, тогда это окей. Но если это важная деталь, и ты скрыл, это называется Мекахтаут. Мекахтаут означает, например, вы заказали Мерседес, а вам что привезли? Тойота привезли. Вы заказали не ту вещь, вам принесли не ту вещь. Поэтому это не считается покупкой. И даже гетт в этом случае нужен или нет? Даже гетт в этом случае, во многих случаях не нужен, потому что и даже купа это не считается. Всем вам хорошего дня. Продолжение следует...